Завершается масштабная реконструкция площади у районного дома культуры. Это большое событие для всех жителей района и приятный подарок всем. Это постоянное место проведения районных мероприятий и крупных концертов. Совсем недавно после дождей мы ощущали и видели здесь на этой площади постоянно были лужи, которые долгое время не высыхали. Буквально сейчас глаз радуется, потому что преображается площадь. Мы все это не видим здесь. Мне приятно, я думаю, приятно и богучанцам будет находиться на этой площади. Глава района Александр Бахтин наблюдает за ходом работ. И вот прибыл лично с очередной проверкой оценить, как завершается реконструкция главной площади культуры района. Если она где-то не приезжала, значит они должны куда ее смыть сначала. Они там не говорили? Нет, нет. Начальник муниципальной службы заказчика, которая контролирует ход работ, подробно доложил главе района, что уже сделано. В ходе работы были и недочеты, добавляет начальник службы заказчика, но подрядчик после замечаний все своевременно устранял. Контракт предлагал выполнение работ в два года. В прошлом году были подготовительные работы, сцену организовали. То есть общая сумма контракта была отыграна на 7 миллионов. То есть в нее вошло устройство сцены, устройство дорожек из брусчатки и фонтан, соответственно, с малыми формами архитектурные. Это урны, скамеечки, освещение. Безусловно, с тем, что было, и сравнить нельзя. Площадь меняется совершенно. Новая сцена, скамейки, фонтан, освещение и, конечно, брусчатка, и клумбы, газоны. Все это сделает площадь при районном Доме культуры любимым местом отдыха для богучанцев и гостей. Знаете, если бы не было время, я бы вот это сцена себе с удовольствием. Бои с убавлением придут. Главное, что надо определить. Цветов тут не так много, которые именно подойдут. Все эти цветы известны. Глаголетники, до 3 года. Глаголетники не имеют. Глава района внимательно осмотрел площадь, внес свои пожелания. Увиденным остался доволен. Мне нравится. Думаю, нравится не только мне. Знаете, вот я вечером проезжая здесь, вижу много людей, много ребятишек, которые просто гуляют, гоняют на великах и так далее. Думаю, место это будет востребовано. Мы сейчас походу еще внесли коррективы. Знаете, все-таки просится вот сюда, детская площадка. Я думаю, мы предусмотрим и сделаем на следующий год. Поставим здесь детскую площадку. Это будет такая небольшая альтернатива площадке в центре. Думаю, как раз она здесь будет и удобна. И, думаю, это завершит, так сказать, всю эту идею. Она будет, эта площадь, я думаю, будет завершенной. Ожидается, что все работы будут завершены примерно через две недели. Осталось подключить освещение, завести землю, просеять. И уже в день рождения села площадь перед богучанцами предстанет во всей красе. Евгения Шамренко, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны».